Здравствуйте! В эфире архифакты этой недели с 11 по 17 апреля. Архивные факты события Герои. Сегодня водяная крыса в центре Благовещенска, жизнь в пыли и превращение базара в рынок. А начнем с американских яблок для амурских школьников. 240 тонн краснобоких. Гуманитарная помощь из США. До этого к нам фруктов не привозили, только крупы, масло и сахар. А в 2002-м решились на более хрупкие в отношении перевозки яблоки. Благотворительная организация помощи и утешения за помощь заплатила 12 миллионов рублей. По яблоку в день потом выдавали амурским школьникам, детсадовцам и воспитанникам интернатов. Вот так выглядела улица Загородная 11 лет назад. Тогда шла ее реконструкция. Шла уже второй год и в любой момент могла прекратиться, потому что денег на ремонт дорог в бюджете было мало. А жители Загородной два года жили в пыли. Сейчас, кстати, некоторые благовещенцы находятся в такой же ситуации, только долго ремонтируют уже другие улицы. Другой ремонт шел в апреле 98-го. Тогда магазин во втором микрорайоне переделывали в крытый рынок, чтобы переселить под его крышу торговцев, что расположились рядом, на асфальтированной площадке. Как сказал тогдашний мэр Александр Калядин, нужно трансформировать базарную торговлю в рынок. Мотаем пленку дальше, в прошлое, апрель 96-го. Среди мусора на берегах Гурхановки, оказывается, есть жизнь. Там живет водяная крыса. Вообще, журналистский материал тогда был о том, что надо наводить порядок в городе, убирать с улиц мусор. Например, в прошлом году, говорил тогда за кадром корреспондент, берега Гурхановки убирали студенты Дальгао. Но там снова горы мусора. И среди него живет андатра, которая построила свой дом в самом центре города. Это был последний, так сказать, форпост, который сопротивлялся. Там без конца боролась за жизнь андатра. Это было уникальное совершенно явление. Она каждую весну появлялась откуда-то, потом она куда-то исчезала. Понимаете, это феноменально. Как она могла там жить? Где она зимовала? Андатру не видели на берегу Гурхановки последние пару-тройку лет. А как наблюдал за зверьком по дороге на работу, рассказывает Александр Садовский. До выхода на пенсию он преподавал на кафедре экологии в Дальгао. Сейчас, говорит, жизни на берегах речки в центре города нет. И дело здесь вовсе не в мусоре, с которым безуспешно борются на субботниках. А в том, что Бурхановку уже много лет планомерно убивают. Она берет свое начало недалеко от Благовеченска, на северо-западе. И город, расстраиваясь, пытается закрыть исток. На пути речки – микрорайон, который построили, засыпав болотом. И Бурхановка лишилась истока. Речка – это не вода. Речка – это бассейн, это водосбор. Реки – это сосуды кровеносные. Вот у меня есть рука, а вот есть вена. Понятно, да? Если я вот эти сосуды уберу, то у меня вены не будет. Вы же понимаете, о чем я говорю. И, конечно, загрязнение. Сейчас эта вода не подходит даже для технических нужд. Но окончательно Бурхановка не умрет. Пациент не жив, не мертв. Скорее в коме. Ее не запрудить нельзя, не засыпать. Ничего с ней сделать нельзя. То есть даже если ее забетонируют? Ничего нельзя. Абсолютно ничего нельзя. Она будет без конца сочиться, потому что сюда вода стекает со всех этих склонов. Есть проекты восстановления реки, для того, чтобы сделать ее зоной отдыха. Но для этого нужно полностью пересматривать расположение целых частей города и участков под застройку. Так что вряд ли в ближайшие годы здесь будут селиться представители фауны. И ближе к завершению немного старой рекламы. Сладкий ролик из 98-го года. Море удовольствия в маленьком стаканчике. Вот и все архифакты на сегодня. Снова вместе вспомним прошлое ровно через неделю. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok